С центральной трибуны демонстрантов приветствуют товарищ Романов, руководители Ленинградской партийной организации. Специальные же люди стояли на трибуне, они были актеры, которые кричали только «Ура!» и «Да здравствуй!». Вот все их, на всю жизнь это их такие тексты. Я их фамилии, к сожалению, не помню, но они делали это очень профессионально. «Да здравствует советская молодежь! Ура!» Стилистику проведения ритуальных советских шествий диктор Михаил Быков изучил досконально. Для ленинградцев праздник, для работников телевидения напряженная работа. Одна ошибка в представлении колонок предприятий или героев труда и выговор от начальства. Вот как вот ветер сейчас, держишь в папочку и вдруг у тебя шик, у меня такие штуки были. И вдруг улетают, ну, был всегда запасной вариант. Трибуны, четкое деление на колонны, герои труда в первых рядах, знаменные плакаты, производством которых в Ленинграде занимался целый художественный комбинат. Внедряя праздничные шествия, партийные идеологи неосознанно копировали традицию крестного хода. Это прежде всего, прежде всего, единение не просто с начальством, а это единение вертикали и горизонтали власти. И в этом-то и вся идея этих сборищ. Стилистика Первомая утверждалась за 20-е годы. До революции замены праздничному шествию служили забастовки. Традиция отмечать День солидарности рабочих пришла в Россию после подавления восстания рабочих в Чикаго. В проведении первых маёвок Петербургу суждено было сыграть ведущую роль. Петербург – родина российского Первомая. Об этом историческом факте сегодня напоминает стеллу проходной завода «Северная верфь». В 1891 году на территории тогда Путиловской верфи прошла первая маёвка, организованная марксистом Михаилом Бруснёвым. Хорошо законспирированный митинг собрал около ста человек. Пролетарская молодёжь пребывала на лодках по реке Екатеринговка. Участникам рекомендовали хорошо одеваться, как на праздничное гуляние, чтобы лишний раз не привлекать внимание жандармов. Уникальный документ, связанный с проведением первой маёвки, сохранился в Государственном музее политической истории России. Речи выступавших записывались в обычной школьной тетрадке. Товарищи, обращая внимание на наше положение, мы увидим, что все наши страдания происходят от существующего экономического порядка. Атмосферу майского сбора передает картина художника Янкова. На этой маёвке выступили рабочие Балтийского завода, Путиловского завода. В послевоенный период 7 ноября и 1 май становится временем награждения Героев социалистического труда. Положение о звании было утверждено в мае 1940 года. Первую медаль «Серб и молот» ожидаемо получил Сталин. Звезда Героя труда – важнейшая государственная награда. Рассчитывать на неё могли люди, внёсшие значительный вклад в обороноспособность страны. К таким героям ВПК относится Владимир Емельянов. Легенда ленинградского судостроения, руководившей двумя крупными заводами. Для того, чтобы построить эскадренный аносис, нужно было иметь договоров, около 2000 договоров предприятий местной страны. Ничего из-за границы покупать мы права не имели. Всё делают в стране. С середины 70-х Емельянов возглавлял «Северную верфь». Коллектив 10 тысяч человек, сотни реализованных военных проектов. В целесообразности возвращения звания Героя труда ветеран не сомневается. Богатство сегодня измеряется деньгами, а мы измеряли богатство способности человека что-то делать. Как руководитель предприятия Емельянов участвовал в представлении работников, заслуживших награды. Существовал такой стандарт в России. 70% рабочих, а 30% инженеров-технических работников служащих. Это касалось премии, это касалось всех легот государственных. Я не знаю, это не писаный закон, но это было партийное требование. Подвиг Анатолия Ламехова больше похож на военный. Во время арктической навигации 1983 года, недалеко от Берингового пролива, в ледовый плен попал караван из 20 судов и 7 ледоколов. Под угрозой оказался завоз продуктов и топлива в северные порты. Один теплоход был раздавлен льдами и утонул, второй лежал на борту прямо на льдине. Ламехов в это время командовал атомоходом «Арктика», переименованным в Леонида Брежнева. Экипажу предстояло в кратчайшие сроки закончить ремонт в Мурманске и выйти на спасение северного каравана. Где-то через неделю мы уже были на месте этой трагедии. В первую очередь мы помогли освободиться из сжатия линейным ледоколом адмирал Макаров, Ермак. Вот этой тройкой мы и начали выдергивать всех остальных. Ламехов и Емельянов неоднократно выступали за возвращение звания Героя Труда, теперь уже не социалистического. За 20 лет само понятие наполнилось новыми, не всегда однозначными смыслами. Девальвация шла психологическая, будем говорить так, что отношение, так же как к военным, так же как к рабочим, оно было несколько размыто. Олег Аршинов, возглавляющий производственный блок в крупной частной компании, вполне бы мог получить почетное звание Героя Соцтруда, но пик его карьеры пришелся на перестроечное время. Более 20 лет он проработал на гиганте советской электронной промышленности Светлане, прошел путь от мастера в производственном цехе до главного инженера объединения, последние 13 лет связан с частным электронным бизнесом. Бизнес, он как-то вот с Героем Труда, он как-то так не очень. Это скорее финансовый герой. Как вы считаете, человек из сферы бизнеса, он мог? Конечно. Если он принес большую пользу стране, почему ему не присвоить это звание? Олег Аршинов уверен, что в российской промышленности по-прежнему работают специалисты, достойные самых высоких званий. Как в советское время, так и сегодня многие остаются незамеченными. Кто они, новые Герои Труда? Ответ придет в мае. Алексей Олеферук, Евгений Раков, Дмитрий Долгов, Сергей Ларичев. События недели.